Бригада. Хороший сериал о нехороших людях. Отражение эпохи лихих девяностых с сериальными историческими фактами и художественной выдумкой. В эпицентре событий Александр Белов. Человек, который удивительным образом сочетает в себе несовместимые качества. Заботливость и жестокость. Серьезность и легкомыслие. Желание спокойствия и стремление к опасности. После выхода разбора на фильм «Бумер» многие из вас просили сделать видео и о Бригаде. Что ж, 10 тысяч лайков собраны, а о Бригаде действительно есть что сказать. Авторы сериала затронули большое количество важных тем. Среди них дружба и взаимоотношения, предательство, соперничество и борьба с несправедливостью системы. А также желание понять, существует ли справедливость вообще. В этом разборе я хочу сконцентрироваться на главном героя. Понять его характер и вывести психологический портрет. Вместе с вами мы попытаемся ответить на несколько вопросов. Кто такой Саша Белый? Кукловод или марионетка? Был ли он хозяином собственной жизни или лишь создавал иллюзию этого? Какие черты характера Белого влияли на процесс принятия решений? И могли ли они помешать ему сделать правильный выбор? И наконец, можно ли сказать, что несмотря на окружающую его опасность, Белов стремился к спокойствию? Мы также не оставим без внимания и других ключевых персонажей. Пчелу, Фила и Космоса. Их мы будем рассматривать как отражение главного героя. Ведь отношение Белого к каждому из друзей многое говорит о нем самом. Это поможет нам лучше понять характер Александра Белова и ответить на поставленные вопросы. Мы знаем, что в жизни Белого всегда было много вызовов и трудностей. Но что если я вам скажу, что есть способ улучшить свою работоспособность, концентрацию и мотивацию? Конечно, есть всем известные способы, как позитивная коммуникация, физическая активность, сон и другое. Но жизнь накладывает свои ограничения и в состоянии стресса или при большом количестве работы соблюдать все базовые рекомендации непросто. Поэтому уже давно существуют различные способы, нацеленные на повышение нашего топлива. Один из них – ноотропный комплекс для повышения работоспособности, внимания и памяти – называется Mind Booster. Здесь внутри 10 органических ингредиентов, действие которых делится на два блока. Стимулирующее действие – в течение первых часов после приема снимает усталость, поднимает реакцию внимания, уравновешивает нервную систему и повышает стрессоустойчивость. И накопительный эффект – Дмайо и Бакопа дают ресурс сил для выполнения сложных задач, улучшают работу памяти и обучаемость. Такой мощный состав поможет вам повысить работоспособность и даст запас сил, чтобы вы оставались живыми к концу тяжелого дня. Также снижает риск эмоционального выгорания. Что делает Mind Booster особенным? Не только ощутимый эффект, но и внимание производителя к уменьшим деталям. Начиная от полноценных дозировок, заканчивая составом самой капсулы. Они прозрачные. Почему это важно? Потому что белая краска, которую постоянно добавляют в капсулы для красоты, содержит в себе вредный диоксид титана. Но Терри принципиально отказывается от его использования в своих продуктах. Также ребята из Нотерри используют для производства только высококачественное европейское сырье, чтобы обеспечить надежность и эффективность. Прямо сейчас вы можете приобрести его удобно и надежно напрямую от производителя на сайте vivaherb.ru. А еще у меня есть для вас промокод MENTAL на скидку 10%. Действует на всю линейку товаров Нотерри. Посетите vivaherb.ru и начините свой путь к улучшенной работоспособности уже сегодня. После выхода сериал «Бригада» стал культовым феноменом и заслуженно стал называться одним из лучших сериалов в истории российского телевидения. «Бригада» — это в первую очередь стремление отрефлексировать события 90-х годов. Вы говорите правдивость. Откуда вы черпали информацию, что она такая правдивая? У нас были чрезвычайно разносторонние консультации. Как стоили с другой стороны? Абсолютно со всех сторон. Со стороны спецслужб, со стороны милиции, со стороны криминалитета. Действия сериала происходят на фоне реальных исторических событий, которые не только дополняют сюжет, но и влияют на него. Из-за разгона съездов народных депутатов бригада попадает под горячую руку ОМОНа и оказывается в бутырской тюрьме. После начала Чеченской войны в 1994 году Белову вынуждает поставлять оружие в зону боевых действий. Значит, здесь у нас образцы. Здесь ПКМ, РПГ, 400 ящиков всего. К ним же еще предлагаются коробки с патроном на 100, на 250 штук. При этом бригада, рассказывая об исторических реалиях России, не обошлась без отсылок на зарубежные криминальные драмы. Я говорил бы о «Лице со шрамом» первой картине. Первой картине не Брайна де Пальма, а Спачино. Это картинка 30-го года. Это феноменальное кино, рядом с которым, на самом деле, не крестные отец, а наши дамели просто не валялись. Саша Белый действительно похож на главу мафии Майкла Корлеоне, но не внешностью, а судьбой. Хотя где-то и внешностью. Они оба люди, которые не хотели иметь дело с преступным миром, но были втянуты в него и в итоге стали его лидерами. За все, что мы делаем, мы тоже будем отвечать вместе. Ну пойми, ну мы бригады! Пошел ты со своей бригадой! Не знали никакой бригады! Крестным отцом вдохновлен не только образ главного героя, но и некоторые художественные решения. К примеру, сцена в театре из восьмой серии сериала во многом похожа на сцену из третьей части Крестного отца. Глава мафии наблюдает за представлением на сцене, в то время как его люди устраняют врагов. Однако, несмотря на сходство с известными криминальными авторитетами из мира кино, на которых мы уже делали разборы, у Саши Белого есть черты характера, которые отличают его от других известных преступников. И об этих чертах мы обязательно поговорим чуть позже. А сейчас постараемся понять, чем бригада привлекла зрителей и почему остается популярной до сих пор. И все-таки, что же такого особенного в бригаде, что зритель так полюбил бригаду, что готов ее смотреть день и ночь, подряд, много раз? Для меня сама загадка, честно. Я не знаю, правда. Есть один объективный фактор. Ставилась задача как-то отразить эти кровавые 90-е годы. В общем, такого опыта, анализа того времени, которое произошло, которое мы все прожили, до сих пор пока не было. В первую очередь, это захватывающий сюжет. Отличный подбор актеров и харизматичный главный герой. Не бессердечный преступник, а, особенно в начале, простодушный, искренний и открытый человек. В перевала, в глухом ощели, опять льва, постовый трое, лежать на камне и смерть губа. Этим нас и привлекает Белый. Нам жаль, что он попал в криминальную среду, но нам интересно наблюдать за тем, как он развивается в ней и к чему приводит его путь. При этом мы постоянно видим борьбу Белого силовыми структурами и государством, которые, с одной стороны, должны защищать закон, а с другой, сами же его и нарушают. На его дело не пристегнешь? Он даже по хулиганке не проходит. Не суетись, чего? Обыск был, был. Пистолет нашли, нашли. Ну, все нормально, теперь давай Белова в розыск. Я считаю, что стопроцентно выступил на вашей стороне и на стороне государства. Хотите честно, в наше время никто не знает, где эта сторона. На их фоне бригада Белого выглядит как противовес коррумпированной системе, что придает ее участникам облик людей более благородных, чем государственная машина. Братва живет не по законам, а по понятиям. Но, по крайней мере, в отличие от спецслужб в милиции, собственные неписанные законы не нарушает. Государство — это мы. И хоть создатели не подтверждали эту версию, в СМИ часто упоминалась информация, что у бригады были реальные прототипы. В частности, прототипом Саша Белого был глава Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр. Информация о том, что Сильвестр действительно является прототипом Белого, до сих пор не подтверждена. Но в любом случае, персонажи бригады по внешности и поведению очень близки к реальным бандитам, что также способствовало созданию их благоприятного образа. При этом мы следим за трансформацией имиджа героев. Из мелких воров они превращаются в солидных людей, которые, по крайней мере, внешне больше похожи на предпринимателей, чем на бандитов. Бандитские оружия надоели. Смотреть невозможно. Потому что бычья мне не хотелось принципиально на экране, я понимаю, что это отторгает сразу же большое количество людей. Внешний облик способствовал более положительному восприятию героев в глазах зрителей. О том, как работает восприятие внешности, мы подробно уже рассказывали в ролике о Патрике Бейтмане и Джокере. На Воробьевых горах друзья дали друг другу клятву верности, которую буквально скрепили кровью. Клянусь, что никогда никого из вас я не оставлю в беде. Клянусь всем, что у меня осталось. Клянусь, что никогда не пожалею о том, в чем сейчас клянусь. И никогда не откажусь от своих слов. Клянусь. Тем не менее, в ходе развития событий не обошлось без внутренних конфликтов. Ну и в трудные моменты друзья остаются верны друг другу и умеют прощать. Ну прости, прости, брат. Возьми, смотри, смотри. Извини, брат. Я вчера обезумил совсем, ладно? Не держи зло, ладно? Верность – это качество, которое ценится в людях. Многие бы хотели иметь таких же преданных друзей. И снова главных героев нам показывают, как людей благородных и верных своему слову. Это заставляет нас сопереживать им и внутренне желать победы. В популярности сериала также заключалась большая проблема. Показанные события привели к романтизации преступного образа жизни и к криминализации сознания молодежи. Бригада изменила жизнь множества людей. Актерам она дала путевку в большое кино, а зрителям показала преимущество криминальной жизни. Этого мнения придерживается Павел Майков, например, исполнитель роли Пчелы. Через несколько лет после выхода сериала он заявил, что бригада – это преступление перед Россией. По мнению актера, сериал нес больше вреда, чем пользы, так как вдохновлял молодых людей на совершение преступлений. Однако не все создатели сериала разделяют мнение актера. Единственный способ всего этого избежать – это просто правильно воспитывать своих детей. Если каждый человек, независимо от того, смотрел он бригаду или не смотрел, будет нормально воспитывать своих детей, то никаких проблем с этим возникнуть не должно. Романтизация, знаю, они сами себя романтизировали, бандиты. В конце истории Белый теряет все, что ему было дорого. Но многие зрители, особенно юные, не обратили на это внимание. Героев идеализировали, не замечали их недостатки и все им прощали. Молодежь привлекала то, что такие простые ребята без образования и из обычных семей, если не считать космоса, получили все, что хотели и даже больше. После показа сериала по всей стране появилось множество бригад, причем не только среди настоящих преступников, но и среди подростков. Известно, что после выхода бригады в 2002 году в Иркутске действовали три банды, в составе которых были дети от 9 до 12 лет. Они нападали на прохожих, избивали, грабили, доходило и до убийств. Если милиции удавалось устранить одну бригаду, через некоторое время появлялась новая. Конечно, нельзя на 100% связывать рост уровня преступности и популярности сериала. Начало 2000-х – тяжелое для России время в целом. По всей странице рел-хаус и неразбериха. Однако в любые времена для молодых людей важна самоидентификация и желание обрести жизненные ориентиры. Самоопределение может протекать по-разному. Через осознание своих способностей, склонность к увлечению, через принадлежность к социальной группе. Часто самоидентификация происходит через просмотр фильмов, сериалов и прочего. К примеру, недавно стало известно о субкультуре ЧВК «Ридан», вдохновленной преступной группировкой из аниме, в которой состоят грабители и убийцы, обладающие сверхспособностями. И после выхода бригады мало что изменилось. Молодежь по-прежнему собирается группами, может образовывать субкультуры. Не всегда в основе этих субкультур лежат благие намерения. В этом отношении бригада, может, и оказала некоторое влияние на сознание молодежи, но скорее стала одним из способов самоидентификации в тяжелое для страны время. Мысленное сравнение себя с героем фильма или сериала, представление себя на его месте или в аналогичной ситуации вызывает у зрителей эмоциональный отклик. Эдентифицируя себя с персонажем, с которым у человека есть определенная доля сходства, он проникается симпатией к ним до такой степени, что позволяет себя включить другого человека в систему собственного «я». Однако здесь может иметь место когнитивное искажение, которое называется «иллюзорная корреляция». Суть этого искажения в том, что индивид преувеличивает важность связи между выбранными объектами, когда по факту эта связь очень слабая или ее попросту нет. Другими словами, молодым людям может казаться, что они во многом похожи на персонажа бригады, хотя в реальности они очень далеки от них. Вряд ли можно установить точное количество людей, которые, посмотрев бригаду, решили найти друзей и построить карьеру в преступном мире. Но такие люди были, возможно, есть и сейчас. Но важно понимать, что тот, кто хочет приступить закон, сделает это, и не вдохновляясь бригадой. Другие же люди могут только выборочно перенимать положительные качества героев, такие как преданность друзьям и верность своему слову, не стремясь при этом стать частью организованной преступной группы. К тому же стоит признать, что в реальной жизни такого единения среди бмадзитов просто не было. Вы сыграли нашу мечту. Мы хотели быть такими же благородными, как вы в фильме. Мы хотели быть брат за брата. Вот мы думали, что мы такие. На самом деле все это ерунда. Брат за брата такого не было. За деньги брат брата резал и убивал. Такого братства в братве нет. Несмотря на всю неоднозначность, бригады остаются популярной и спустя 20 лет. Не главная причина этому – харизматичный, яркий и противоречивый образ Саши Белого. За его поступки его можно уважать, любить или ненавидеть. Иногда все вместе, но статься к нему равнодушным невозможно. Давайте перейдем к анализу главного героя и вспомним, как начинался его путь, каким был белый до бригады и что потолкнуло его стать частью организованной преступности. Сериал разделен на нескольких частей, в каждой из которых происходит трансформация героя, изменение его взглядов и поведения. Давайте проследим эти изменения и попробуем понять, к чему они привели. История начинается в 1989 году, когда сержант пограничных войск Александр Белов возвращается домой. Уже здесь Саша заражает нас своим добродушием и искренностью. Нельзя сказать, что Белов, возвращаясь в Москву, не представляет, чем будет заниматься. После армии он не чувствует себя потерянным. Мы четко видим его жизненные ориентиры. Первым делом Белов пытается навести свою девушку, еще не подозревая о ее предательстве. И только потом отправляется к матери. Также Саша нацелен на учебу. Он собирается поступить в институт и стать вулканологом. А значит, впереди подготовка к вступительным экзаменам. Потом в этот горный институт. Чего вы? В вулкан изучать, а в армии всю библиотеку изучил. Белов уже построил планы на жизнь и был готов приступить к их реализации. Однако он не учел, что с момента, как он уехал, многое изменилось. И что обстоятельства могут противоречить его воле. Друзья Саши тоже прежними не остались. Фил на тот момент стал мастером спорта по боксу, а Космос и Пчела пробовали свои силы в рэкете. Я сейчас день заколачиваю столько, сколько мы, папаша, в месяц на фабрике. Да хрена мне институт? Мы по воровской пошли, что ли? Саша неоднократно отказывается вступить в бригаду. Не, ну мы будем в самой центровой бригаде, а? Не знали никакой бригады? Он не позволяет предложению друзей смесить векторы его приоритетов. Саша верен своим целям, но позже обнаруживает, что их невозможно реализовать. В первую очередь это связано с предательством Лены, его бывшей девушки. Ну, короче, она шлюха. Саша был готов сделать Лене предложение, но она не отнеслась к их отношениям так же серьезно, как он. Да, мы же поцелуемся для начала, все-таки до вас полного года не виделись. Ну, глупо это. Потом два года – это очень большой срок. Ну, так вышло. Настя. Саша воспринимает это в штыке и не дает Лене шанса на прощение. Больше всего ему обидно от того, что друзья были правы. Возможно, космос или пчелы отнеслись бы к такому положению еще и спокойнее, учитывая то, как он относится к женщинам. Подожди, подожди, дядя, ну куда нас такие козы ждут? Ну, потные, красивые, ну. Потные потом, потные завтра. Давайте, я к Ленке еще должен, я соскучился. Ладно, подожди. Но Сашу поступок Лены ранит до глубины души. В порыве импульсивных чувств Белов ввязывается в драку с мелким авторитетом Мухой. Неизвестно, чем бы это все закончилось для Саши, если бы на помощь не пришли друзья. До того, как стать лидером бригады, Саша уже проявлял себя импульсивно. В его поведении можно также проследить черты максимализма. Если он уверен друзьям, то клянется в этом кровью. Если любит, то всем сердцем. А если бросает, то сжигает мосты навсегда. Родной, прости меня, Саша. Вот видишь, Сашенька, миленький, я люблю тебя, Саша. Не поводайся мне больше, все. Если идет в бой, то готов биться на смерть. Реальная драка настоящая, она некрасивая, она мерзкая, она страшная. Принцип Белова – любое действие доводить до конца. Это то, что делает его сильным человеком и показывает, что в нем есть стержень. По характеру и силе воли, белый сильнее многих. Неудивительно, что именно такой человек в итоге стал лидером бригады. С таким характером ролью пешки он бы довольствоваться не стал. Принципиальность Белого проявляется в разных аспектах жизни. После первой серии становится ясно, что Саша совершенно точно не будет мириться с предательством. И даже намек на него будет воспринимать штыки. Но позже мы увидим, что это качество не только приносит пользу, но и наносит вред Белому. Об этом мы более подробно поговорим в следующей главе. А сейчас давайте вернемся к началу пути Белова. Как бы Саша не хотел устроить свою жизнь, внешние обстоятельства и люди могут распорядиться им по-другому. Муха обиду не забывает и не собирается закрывать глаза на произошедшее. Единственный вариант разрешения конфликта, который он видит, убить Белого. Два часа назад их люди встречались с нашими старшаками. Они хотят твою, Санька, голову. Срок до послезавтра. Еще неопытный в преступных делах Саша в одиночку отправляется на разборку, где устанавливает правила будущего боя. У вас есть два выхода. Убить меня прямо сейчас или дать нам возможность разобраться один на один. При этом Белый ставит друзей в известность постфактум. Саня, ты что, больной? Ты нас-то за кого держишь? Я сам завязал, сам развяжу. Ну, муха, из тебя рагу сделай. В этом проявляется его смелость и решительность. Но вместе с тем самонадеянность и безрассудство. Крайне опасно заходить со своими правилами на чужую территорию, да еще и одному. Но все-таки кое-что Саша понимал уже тогда. Чтобы убедить вражескую сторону поступить по-своему, он нашел в ней то место, на которое можно надавить. Но люди в городе будут знать, что вы замочите человека, который пришел к нему в гости и решите вопрос по справедливости. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить? Белов осознавал, насколько для бандитов важна репутация в их кругах. В итоге, подорвав репутацию вражеской стороны, он зарекомендовал себя как человека волевого, но и нажил врагов. Как там твой уголоворезый зовут? Саня Белый. Смотри, Космос. Только Муха так не оставит. Мстить будет железно. Незавершенный конфликт с Мухиным приводит к еще большей передряге. И вот Белов становится виновным преступлении, которого не совершал. Может, на улице убийства по 102 статьи? Его планы рушатся окончательно. Теперь Саше нужно скрываться. Космос находит Саше в убежище. Саша впервые видит свою будущую жену Олю. И еще не остыв от расставания, влюбляется с не меньшей силой. Порыв чувств снова управляет Александром Беловым. И он, нарушая запрет, хоть и ненадолго, но покидает укрытие, чтобы побыть с ней. Белов уже втянут в преступную игру, но еще не до конца осознает ее правила. Переломный момент наступает после вечеринки, когда бригаду пытаются задержать. Только после этого Саша дает себе отчет, что втянут в криминал, и что просто так уйти из него он не сможет. Соглашаясь на преступные правила, Белов, с одной стороны, быстро становится влиятельным и успешным в криминальной среде, а с другой оказывается заложником этой игры. Ведь там может произойти буквально все, что угодно, и не факт, что исход будет выгодным. Преступность — это порученный круг. После устранения одного врага ему на смену обязательно придет другой. И для Белого они не закончатся. Итак, каким же мы видим главного героя в начале истории? Саша Белый — человек, сотканный из противоречий. Смелый, честный, принципиальный, но при этом импульсивный, местами ранивый и даже безрассудный. На этом этапе жизни у Белова все еще присутствует высокий уровень доверия к людям. Он не склонен проявлять жестокость и жестко придерживается своих принципов. То есть обладает высоким уровнем самоконтроля внутренним стержнем. Белов стремится сопротивляться внешнему давлению, но после событий с мелкими криминальными авторитетами понимает, что люди будут пытаться подавлять его. Белов по своей природе боец, и такой расклад рассматривает как вызов, который ему нужно принять. Это перерастает не только во внешнюю борьбу с другими людьми, но и во внутреннюю самим собой. Главная черта, которая характеризует Белого — его благородство, которое он всеми силами будет пытаться сохранить внутри себя, несмотря на жестокость обстоятельств. Когда Белый затеял драку с мухой, он не мог знать, на что нарвется в будущем. Но переиначив латинскую пословицу, можно сказать, что незнание воровского закона не освобождает от ответственности. Принимая ответственность за свои поступки и слова, Белый становится главой бригады. Но все указывает на то, что Белый становится лидером не по своей воле. На нем висит обвинение в убийстве. Если он продолжит жить как раньше, он попадет в тюрьму. Поэтому Белому нужно обрести силу и авторитет, чтобы не лишиться свободы. К тому же Белый осознает, что времена будут непростыми. И выбиться в люди никак по-другому не получится. Саша Белый начинает служить злому. С момента клятвы проходит два года. Процесс превращения Белого в профессионального бандита остается за кадром. Но мы можем видеть результат. Его положительная репутация широко распространилась в пределах преступной среды. А друзья признали его как лидера. Зарабатывать в бригаде нужно больше. Поэтому друзья решают ракетировать компанию, которая принадлежит Артуру Лапшину. В этом эпизоде с четвертой серии особенно бросается в глаза то, как Белый нарочито вежливо ведет себя с Артуром. Хотя он, по сути, просто отбирает у другого человека его имущество. И присваивает его себе. Как будто хищник играет жертвой. Ну познакомься, это Саша. Это Вагара. Артур. Рад с тобой познакомиться. Очень много слышал о тебе. Да? А я о тебе нет. В подобном поведении заключается отличие Белого от многих других бандитов и проявляется его двойственность. Он, можно сказать, благородно использует неблагородные методы обогащения, обращаясь со своей жертвой вежливо, обходительно, но при этом насмехаясь над ней. Артурчик, у тебя машина есть? Санюк, а ты иди посмотри сам. Я пойду посмотрю. Мне тем более интересно, у нас старый Линкольн. Ты че такой? Тесак. Зачем? Резать. Че, с ума сошел? Че, ему? Он так что? Че, вон он. Лапшин не собирается отдавать компанию просто так. Но Белый за два года узнал, что такое вседозволенность и безнаказанность. А друзья его в этом поддержали. Поведение Белого как бы говорит, я все равно получу то, что хочу. И такой посыл заражает остальных, и они ведут себя под стать своему лидеру. Алле, Витя, ты где этих психов нашел? Артур, ты лучше слушай, что Саша говорит. В итоге бригада добивается своего. Прости, Артура. Я тебе тут ничем помочь не могу. У тебя теперь новая защита. Саша Белый. После этого эпизода, вплоть до конца сериала, мы наблюдаем за длинной чередой сложных криминальных игр. Белый как лидер бригады притягивает к себе не только людей, которые хотели бы работать с ним, но и тех, кто хочет его устранить. Возникает вопрос, действительно ли Белый получает то, что хочет, и в своих действиях руководствуется своей волей. Белый, ну ты же знаешь, на каждого крутого бойца еще круче найдет. Ну я же знаю. Чем больше проходит времени, тем больше становится ясно, что Белый не контролирует ситуацию полностью. Часто кто-то прямо или косвенно управляет его решениями. Ты только пойми, что бывают расклады, когда ты играешь, а бывают наоборот, когда играют тебя. Человек, который долго время заставляет Белого играть по своим правилам, это в первую очередь Каверин. Каверин – настоящий оборотень в погонах. Он служит закону, но при этом использует закон в корыстных целях и является участником преступной группы. Белый непреднамеренно перешел дорогу Каверину, когда победил в бою Мухина и подорвал криминальный авторитет его банды. Муха мой родственник. Белов, да? Он мне не понравился. Я терпеть не стану, я способ найду, я его закрою. Позже Каверин получил повышение. У него уже было почти готово сфабрикованное на Белово дело. Но Каверину уволили раньше, чем он успел осуществить план. Так ты что, подлец, совсем думаешь? Умник! Из-за тебя меня! И хоть Белый напрямую не виновен в увольнении Каверина, это не мешает ему ненавидеть Белого еще больше. Да-да, только надо было валить! Да-да, надо было валить Белого! Да, все, все, все. Каверин всячески пытается найти способ отомстить Белому и своими действиями влияет на его жизнь. В сериале есть один показательный эпизод, который демонстрирует, что на определенном отрезке времени Каверин имел над жизнью Белова больше власть, чем сам Белый. Это происходит, когда Белому предлагают поставлять оружие в Чеченскую Республику. Ну и к черту коза. У меня на самом деле проблемы и без Чечни, и без воров. А мне кажется, клевая тема. Белый от предложения отказывается, так как это противоречит его планам легализоваться. Но, как сам Белый раньше распоряжался чужой жизнью, говоря, что все равно получит то, что хочет, так и сейчас есть люди, которые хотят получить от Белого то, что надо им, и отказов не примут. Среди таких людей вор в законе Лука, который сотрудничает с Каверином. После отказа Саши люди Луки совершают на Белого покушение. Белый не может игнорировать покушение, он вынужден отправить жену и сына в убежище и скрывается сам. Его жизнь и жизнь близких находятся во власти других людей, на которых, несмотря на свой авторитет, Белый не может повлиять. Лука назначают Белому встречу, предварительно приказав Каверину в ходе встречи убить его. Белого не будет согласиться. С ним полегче будет. А Белого срочно на шишки баб. А где ты его сейчас возьмешь? Такие дела на дна развелось. Ничего. Володя справится. Но снайпер по приказу Каверина стреляет не в Белого, а в Луку. Если бы Каверин исполнил приказ Луки, то преступная карьера Белого закончилась бы еще в девятой серии. Но Каверин спасает жизнь Белому. И делает он это не из благородных побуждений. Во-первых, до перестрелки у Каверина и Луки был конфликт. В интересах Каверина было устранить Луку. Так как с унижением Каверин бы мириться не стал. Еще один такой разговор. Сердце вырву. Во-вторых, заняв место Луки, Каверин сам становится более выятельным и приближается к Белому. А значит, может осуществить свой план мести и подставить Белого по-крупному. Один раз груз нормально проведем. Все, считай они наши друзья. Замкнем все на себя. Белый нам не нужен. Белого ваут. Канал наш. Эта ситуация ярко показывает острый напряженный период в жизни Белова. Когда он хотел сделать бизнес легальным. Но Каверин и другие люди решили распорядиться по-другому. Белый в этой ситуации, несмотря на свой волевой характер, скорее предстает как жертва обстоятельств. Позже, после того, как спецназ уничтожает груз с оружием, Каверин считается мертвым. Но он выживает и вступает в предвыборную гонку. Белый понимает, что Каверин выжил и намерен стать депутатом. Белый, который до этого не планировал заниматься политикой, тоже решает вступить в политическую игру. Так как понимает, что Каверин будет и дальше пытаться мстить. Теперь уже в качестве депутата. Говоря о внешнем давлении, также стоит упомянуть, что долгое время Белый не может вырваться из-под власти подполковника КГБ Вединского. Я предлагаю взять Белову в разработку. Выдающийся характер Белого привлекает не только внимание других бандитов, но и внимание спецслужб. В Комитете госбезопасности признают особый талант Белова. Отличается экстраординарными волевыми качествами. Эмоционально стабилен. Имеет ярко выраженную установку лидера. Иногда наступают моменты, в которых Белов действует исходя из чужой воли. Сколько бы раз Белый не отказывался от поставки оружия в Чичи, Винзинский вынуждает его прогнуться. Так что скажите спасибо Владимиру Евгеньевичу за то, что сидите с нами. Понятно это? Считайте, все произошедшее – последнее китайское предупреждение. Церемоний больше не будет. Шаг влево, шаг вправо – расстрел. И Белый в этой ситуации просто не может действовать согласно своим принципам, потому что иначе его устранят. В предыдущей главе мы уже убедились, насколько для Белого важны его принципы. Но принципы и убеждения Белого сталкиваются с окружающей действительностью. Он живет в мире, где почти никому нельзя верить, и любой, даже самый близкий человек, может оказаться предателем. В мире, где невозможно поговорить с другим человеком, не убедившись, что у того нет оружия. Насколько сильно Белый бы не хотел оставаться верным своим принципам, иногда он вынужден их нарушать, так как внешнее давление сильнее его убеждений. Не буду я оружием заниматься, пацифист я. Здесь у нас образцы, здесь ПКМ, РПГ, 400 ящиков всего, книг же еще предлагаются коробки с патронами на 100, на 250 штук. Стоит признать, что иногда Белый сам же противоречит своим принципам, и без внешнего давления. Мы уже видели, как Белый относится к предательству со стороны друзей и близких. В частности, Белый требует верности от жены, но сам может изменить ей. Крайняя степень принципиальности может приводить к скованности в действиях. Часто принципиальные люди не могут сойти с конкретного алгоритма поведения, поскольку это противоречит их принципам. Принципы Белого – это и его силы, и его слабость. Внутренний конфликт Белова заключается в том, что иногда он все-таки вынужден переступать через себя и действовать не так, как ему хочется. Однако в заключительной серии «Бригады» в самый напряженный момент Белому удается поставить свои принципы выше любого внешнего влияния. Ну, в общем, люди просят тебя не включать ответку. Всем и так сейчас трудно. Не дергайся, замри. Да, друзей убили. Да, зверье, я понимаю. Но тебе же сейчас не до разбора. Если хотите жить, вы должны немедленно отказаться от ответных действий. И всем об этом сообщить. Он решает, что за друзей будет мстить обязательно и проведет их похороны. Ты не понимаешь. Я должен провести похороны, я их проведу. Белый осознает, что в криминальном мире невозможно всегда быть победителем. Всегда найдутся те, кому он перешел дорогу. Остается вопрос. Кого Белый за свою жизнь нажил больше? Друзей или врагов? У вас больше врагов, чем вы представляете. Белый невозможно войти в преступную игру, заработать состояние, а потом выйти сухим из воды. Как бы Белый не хотел уйти, подобно Майклу Корлеоне. Его каждый раз кто-то втягивал обратно. Я решил, что вырвался, но меня тут же втащили обратно. Отношение Белова к жизни и к людям постепенно трансформируется. Если раньше он больше доверял людям, то сейчас его уровень доверия снижается. Хотя стоит признать, Белов не утратил доверия полностью. Он соглашается помочь незнакомым людям, оказавшимся в трудной ситуации, даже если это может повлечь за собой проблемы. Кто? Откуда? Белый невздумный. Ребят, пустите, а. Что делаем? Пропусти, Фил. Он также с легкостью нанимает бригаду нового телохранителя Макса Корейских и проверяя его личность досконально, а просто доверяя ему больше на интуитивном уровне. В общем, мы хотели, чтобы вы нас приняли к себе и дали право ссылаться на вас при решении разных там вопросов. Сколько вас? Восемь. Ладно, считайте, что вы работаете с нами. Ну, спасибо. Белов становится более жестоким, чем раньше. Даже если он не желал проявлять жестокость, обстоятельства вынуждали его делать это. При этом его уровень самоконтроля падает. Все, все, пойдем. Ну, а что у вас правило? Слава. Белый меняется, и вместе с этим расширяются его рамки дозволенного. Если раньше друзья для Белого были неприкосновены, то теперь он позволяет себе хоть на секунду, но усомниться в них. Раньше Белов крайне категорично относился к предательству, но позже сам стал позволять себе подобное поведение. Немалую роль в трансформации Белова играет ощущение вседозвольности. Преступная жизнь укрепила в сознании Белого ощущение всесильности. Однако не раз ему приходилось сталкиваться тем, что его власть распространяется далеко не на всех людей. Но ты запомни, что ты бандит, а я офицер. Ты приезжаешь ко мне и начинаешь здесь права качать. Ты что, совсем страх потерял? Ты думаешь, никто не может поставить вас на место? Да я вас волков давил! Давлю и давить буду! Белый — крупный криминальный авторитет, имеющий влияние и власть. Но на протяжении всей истории находились те, кто имел власть над ним. Все равно от кого-то надо зависеть. И это далеко не единственное противоречие, которое характеризует Белова. Доступление в бригаду у Фила, Космоса и Пчелы, но в большей степени у Белого, выделяется чертой характера, которую можно, пожалуй, просто назвать ребячеством. Интересно, что несмотря на всю серьезность и солидность статуса, которую приобретает Белов, он сохраняет себе долю детской непосредственности. Парик, а помнишь, как мы второе отделение сделали? В детстве Белов практически не видел отца. Когда умер твой отец? Я его почти не помню. И, став единственным мужчиной в семье, Белову рано пришлось понять, что такое ответственность. Но это не сделало его черствым и не лишило возможности подобно ребенку проявлять яркие, искренние эмоции. Возможно, благодаря этой особенности характера Белый и так преуспевает на поприще лидера преступной группы. Однажды, усвоив правила игры, он освоился в ней и понял, как прийти к победе. При этом Белый может легко проиграть и иногда не придавать проигрышу слишком большого значения. Ну, чего? Груз на приеме разгрохали. Все, забудь. Нету, прощай оружие. Че ты ржешь, Саша? Че он ржет? Да, мой маленький. Мы на такие бабки попали! Чего ты ржешь? Тихо, тихо, тихо. Что, мы бабки не отобьем, что ли? Ты чего? Бабки. Нередко в трудных ситуациях Белый стремится сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Неха наш, мы готовы. Че? Они его убьют! Все будет нормально. Белый крайне чувствительный и, несмотря на опасный образ жизни, остается романтиком. Кто, если не романтический человек, мог бы всю ночь кататься по Москве? На лошади. Для Белова будто вся жизнь игра. Это ощущение помогает ему сохранять легкость отношений к тем ситуациям, в которых он оказывается и выходит из них с достоинством. Но и здесь не обходится без внутренних противоречий. Ведь это ребятчество можно рассматривать как положительную, так и отрицательную черту. В первой серии Белый объясняет, как относятся к своей жизни. Жизнь моя не дороже вот этого песка. Оказавшись в напряженных ситуациях, Белый часто готов опрометчиво рисковать своей жизнью. Погоди, родной. Когда меня задевает, я иду до конца. Я смертник, понял? Саша, они хотят тебя убить. Мне похер, бля. Суть ли говорить, что относиться так к собственной жизни по меньшей мере легкомысленно? На Белом лежит ответственность не только по отношению к бригаде, но и по отношению к его семье, к сыну. Но с другой стороны, подобное поведение можно рассматривать как крайнюю степень уверенности в себе и смелости. Белый уверен, что в ходе разборки его не убьют. И этим обезоруживает оппонентов. Важно, что скажут люди. Если про меня или про кого-то из вас скажут, что он фуфло, ну зачем тогда жить? Сочетание ответственности и легкомысленности – это то, что отличает Белого от многих других кинопреступников. Майклу Корлеоне или Тони Монтане такое поведение не свойственно. Они, наоборот, все время стремятся показать себя настолько серьезными и жестокими, насколько это возможно. Эй, Соса, давай все расставим по местам. Я в жизни никого не трогал, кто сам того не просил. Ты понял? Вот так. И все, что у меня в жизни есть, это моя хватка и мое слово. И я ни для кого ими не поступлюсь. Фредо, ты мой старший брат. И я тебя люблю. Но никогда не вставай на сторону тех, кто идет против семьи. Белый – жена против. Иногда не боится даже выглядеть глупо. Дурак, что ли? Саш! С вас вам не нравится? А ну-ка слезай оттуда немедленно, слышишь? Да ладно, все нормально, Олька. В такие моменты Белый переживает наиболее яркие и искренние эмоции. Видно, что он дорожит такими моментами в жизни. Все это время именно это качество удерживало Белого от того, чтобы стать бессердечным и жестоким. Александр Белов – человек, который постоянно балансирует между ответственностью и беззаботностью. При этом также он балансирует между спокойствием и опасностью. Наверняка вы хотя бы раз слышали о людях, которые не могут жить в безопасности и рисках. Это может проявляться по-разному. Одни занимаются экстремальными видами спорта, другие прибегают к небезопасным развлечениям. Такие люди будто не могут жить в спокойной обстановке и постоянно ищут способа оказаться в опасной ситуации. Александр Белов как раз из таких людей. Но его экстремальный вид спорта – бандитизм. На протяжении всего сериала мы наблюдаем, как Белый раз за разом идет на риск, испытывает себя на прочность. Когда меня задевает, я иду до конца. Я смерть не понял. У Саши очень экспрессивный характер и в нем много жизненной энергии. А по гороскопу-то кто? Бестрелец. Огонь, значит? Пожар. Я пожар. С самого начала видно, что Белый – жизнерадостный человек. Он не хочет умирать, ведь он любит жизнь, какой бы она ни была, и ему есть что терять. Но вместе с тем он часто заигрывает со смертью. Люди, которые стремятся к экстремальным ситуациям, будто пытаются опередить и подразнить опасность. И таким парадоксальным образом страхуют себя от нее. Много раз Белый чудом избегает смерти. Пожар. Белый со смертью настолько близок, что в конце даже инсценирует собственную смерть с помощью каскадерского трюка, чтобы обмануть своих врагов. Попытки приручить смерть приводят Белого к искаженному восприятию реальности. Белый из-за своих действий попадает в опасные ситуации и выживает в них. Из-за этого он укрепляется в мысли, что он все держит под контролем. Однако, как мы уже убедились, это не всегда так. Острое ощущение, подобно наркотикам, вызывает привыкание. Человек неосознанно ищет поводы снова попасть в ситуации, где он сможет эти эмоции пережить. При этом каждый раз нужно увеличивать дозу, чтобы получить удовлетворение. Белый, хоть и тянется к спокойствию и хочет сделать бизнес легальным, Завязывай, Коз, завязывай. Мы специально активы в легальные схемы переводим. А ты опять о том же. Ну не надо, не буду я оружием заниматься, пацифист я. Все равно неосознанно попадает в передрягу еще более опасную, чем предыдущая. Белому нужна опасность. Он приобретает самоуважение, рискуя своей жизнью. В целом, в экстремальных занятиях нет ничего плохого, если они осуществляются под надзором опытных людей, Хорошо организованы и не становятся камнем преткновения в человеческих отношениях. Но, играя в опасные игры, Белов втягивает в них своих близких, заставляя их испытывать боль. Это хорошо видно в отношениях с его женой Ольгой. Их брак — это эмоциональный качель. Они то до безумия любят друг друга, то ненавидят. Я вопрос задал. У тебя есть кто-нибудь? Не волнуйся, одна не осталась. Мы видели, какие яркие чувства испытывал Белов, когда только влюбился. Но со временем чувства угасли, и Белому нужна была стряска. Коля это поняла и вызвала у мужа приступ ревности, чтобы его чувства к ней вспыхнули вновь. Но потом, чтобы снова рожать чувства Коли, Белому нужен еще больше эмоциональный подъем. В порыве гнева Белый себя не контролирует и доходит до рукоприкладства. При этом Белов стремится дать жене и ребенку все самое лучшее. У меня был очень трудный период, и я обеспечивал безопасность семьи, так что все нормально. Вот компенсация. Домик. Корбосэн, четыре спальни. Стат Флорида. Но как бы Белый не оберегал жену и сына, он сам втягивает их в опасную игру, в которую когда-то решил играть сам. В одном из эпизодов Оля везет ребенка в больницу, но впереди ее ждет засад. Если машину остановят и обучат, это повлечет за собой проблемы. Оле буквально нужно причинить ребенку физическую боль, чтобы спасти себя и ребенка. Преступный образ жизни доводит мать Белого до инфаркта. Она просто не может справиться с таким острым переживанием. Спокойной ночью, мамочка. Белый искренне хочет спокойствия, но его характер тянет его к опасности. Только суетишься много и рискуем зря. Фил, Космос и Пчелок к таким ситуациям не склонны, хоть они и являются частью бригады. У них более спокойный характер, они готовы защищать друг друга до конца. Но, как глава бригады, весь риск берет на себя Белый. Из четырех друзей Белый чаще всего оказывался на волоске от смерти. Но его друзья ушли раньше, а Белый теперь вынужден жить с этим временем до конца жизни. Условие той опасной игры, в которую вступил Белов, заключается в том, что он может потерять близких в любой момент. Судьба ломает его об колено практически. И он выживает. Выживает уже в тех условиях, которые ему предоставляет время, страна и ситуация. Либо жить, либо умереть. И он остается жить, но уже принимает условия игры. Еще одно условие. В этой игре нет никаких гарантий. И невозможно предсказать, куда игроков приведет их путь. Фарт у меня такой. Фарт. Смотри, мы вроде бы в лесу гуляем, а идем по дорожке. Собаки идти, он по дорожке топает. А ты в лесу блуждаешь и о фарте говоришь. Короче, ты не маленький ребенок. Выбирайся на дорожку. На протяжении всей истории Белов постоянно боролся. Боролся с внешним давлением и людьми, которые препятствовали его интересам. Боролся с самим собой. Иногда давал себе волю, но после брал себя в руки и возвращался к верности своему слову. Он много приобрел, но также многое потерял. Саша Белый противоречивый человек, судьба которого разворачивается на фоне реального исторического периода в России. Бригада хоть и ярко и достаточно достоверно показывает преступность того времени, все равно в какой-то степени приукрашивает действительность криминальной жизни. Мы сыграли как бы некую иллюзию, но все равно время представлено очень точным. Несмотря на все ошибки, которые совершил Белый на своем пути, ему можно отдать дань уважения за проявление волевых качеств в трудных обстоятельствах, за верное своему слову и преданность друзьям. Саша Белый и Бригада – это результат того, как на людей повлияли лихие 90-е. Такие люди вряд ли смогли бы существовать в нынешних реалиях. Саша Белый остался в 15 сериях замечательного кино про лихие 90-е. Бригада объединила не только зрителей, но и людей, которые работали над ее созданием. Мы – бригада. Это не означает, допустим, я и мои братья. Нет. Бригада – это понятие, которое настолько огромное. Это вся группа – операторы, осветители, гримеры, постановщики, художники. А все-все-все-все-все-все-все-все, заканчивая водителем Лихтвагена и так далее. Вот это все называется бригада. История Белова показывает, что ни одно принятое решение не обходится без последствий. И что жизнь – одна большая игра, которой, как бы тяжело это ни было, важно оставаться человеком. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди.